всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня у нас нетрадиционный как обычно по понедельникам но очень важный эфир с хорошо знакомым и любимым нами рамисом юносом приветствую рамис очень рад видеть гамар джоба дорогой гела салам алейкум из города баку алейкум асалам из города тбилиси давно не виделись да буквально пару дней назад вы здесь были вместе со мной или я был вместе с вами точнее вы со мной потому что это моя родина а вы были нашим гостем и я хочу сказать огромное спасибо огромное спасибо всем друзьям которые которыми я повстречался в баку и старым друзьям и новым и огромное спасибо вам огромное спасибо вам потому что без рамиса юнуса одно дело когда-то я много раз приезжал в азербайджан для меня совсем не чужая страна но одно дело азербайджан сами за минусом другое дело почувствуйте разницу спасибо дорогой спасибо дорогой мне вдвойне было приятно именно впервые в жизни может быть наши зрители не знают дорогие зрители я впервые с гелой лично познакомились потому что виртуальная и виртуальное общение оно в принципе дает очень много для понимания для контактов то есть мы с ним уже несколько лет так виртуально общались и настолько мы сблизились и стали понимать друг другу то есть у нас не было такого ощущения что вот мы как будто бы только-только познакомились и поэтому я когда прилетел самолетом и когда я вот я уже подъехал гостинице на машине и меня у порога гостиницы помимо всех остальных людей человек первый который я заметил ну потому что вы же знаете у него стройная фигура 90 60 90 вот и его его трудно было как-то отличить от всех остальных самый настоящий грузин тебя встречает да и мы с ним тепло встретились и после этого мы даже все это время были постоянно вместе вместе ездили священной для каждого азербайджанца города шуша мы приняли участие вместе в этой международном форуме международной конференции вот и и потом вернулись балку и сами теплые впечатления вот мы уже с гелой перед эфиром говорили наверняка наши друзья будут слушать и мне было я не знаю я много сидел на разных мероприятиях я там сказал что я впервые увидел ну мероприятие было большое можете себе представить за столом увидели все дорогие наверняка зрители эту фотографию вот каждый сидя на этой фотографии каждый выступал с толстом да как у нас принято на кавказе и естественно у нас был ахсакал тамада эльдар намазов вот был у него заместитель у этого тамады фархад мамедов потому что мы это посмотреть какой сценарий ахсакалы новое поколение старое старшее поколение все было соблюдено по протоколу да и дело внимательно за всем этим наблюдал вот или это было экспром это было экспром и вот никогда в первую жизнь я не я не устал от этих тостов обычно все же устают от этих тостов а там смысл был именно нефта нефтастах вот этих стандартных а в том что каждый из тех кто выступает на канале у нашего дорогого гела все видно было что они владеют текстом владеют словом и вот было интересно каждого в отдельности посмотреть нестандартной обстановке мне в первую очередь том числе в том числе и смотрел как дело за этим наблюдал да вот и скажу честно никакой усталость настолько такая теплая была непринужденная обстановка там было все и юмор искрометно и естественно политическая составляющая а куда без нее да потому что если собираются там врачи они говорят о медицине если собираются шахматисты они говорят о шахматах а если собираются эксперты в области политики то естественно они в той или иной мере говорят и о глобальных вопросах и о том что происходит непосредственно в нашем регионе и вокруг нашего региона и поэтому основой было вот наполнение да вот папа как по форме так и посадить же наполнение было вот то что теплая такая обстановка и все получили несказанное удовольствие я так понимаю это было впервые такое количество людей собралось вот и я очень счастлив что это происходило и с моим участием я рад что именно дело и я мы познакомились с ним вместе именно в такой обстановке и это визитная карточка моего любимого родного города баку и лишний раз дело увидел что какие гостеприимные добрые и приветливые люди живут в этом прекрасном городе и дело вышло в конце вот я по секрету скажу дорогие мои я скажу сказал вы сделали для меня очень трудную задачу где найти мне столько грузин собрать эксперт чтобы они пришли потому что это также будет каждый из нас кто теперь приедет отдельно туда гели некуда деваться он должен быть это все также организовывать и мы должны будем это все слушать так что гела а лаверды к вам теперь после такой части можем переходить к официальной части еще раз я рад был вас видеть в моем на моей родине взаимно огромное еще раз спасибо и наверное мы будем не правы если мы не поблагодарим отдельно организатора форма вот честно я вам скажу меня хорошего слова удивила очень высокий уровень очень высокий уровень организации форума с вами дорогой гела и я это вам говорил и когда мы уже обратно возвращались сбоку и для меня это было очень важно потому что я всю жизнь занимался организацией я по натуре организатор да и даже находя и в бизнесе так это было и за границей так работал много лет и вот политики до правительстве парламента и управляющий делами что так есть дела ими надо управлять да и это от с аэропорта до гостиницы до каждого винтика да это надо все так просчитать и я внимательно за этим наблюдал мне было интересно смогу я найти какие-то изъяны и можете себе представить я был горд я был горд за мою родину в плане того что вот все встречающие и все кто работал со всеми гостями включая меня самого потому что рядом со мной находилась всегда люди разных говорящие на разных языках и на русском и на английском потому что азербайджанский я так понимаю никто не знал кроме самих граждан азербайджана да вот и мне было приятно увидеть как они с азербайджанского переходили на чистые русские с русского переходили на чисто английский то есть это все представители нового поколения да вот все эти представителей нового поколения, и было видно, что когда в гостинице как встречали, а как обратно, когда мы ехали по автобусам рассадка, уже в автобусе едешь, вот это ваш номер гостиницы, вот ваши ключи, и все, то есть и не приходилось кого-то чего-то искать, задавать кому-то вопросы, то есть и плюс то, что у каждого возникали какие-то иногда бытовые вопросы или что-то, они все решались как по часику, то есть это показывало, что, вот я даже честно скажу, я честно скажу, точно не знаю, кто стоял наверху, вот конкретно вот за организацией, не то, что вот в смысле команда пошла, это понятное дело, да, это идет на уровне политического руководства, я имею в виду на уровне того, что вот как это организационный момент, если они меня слышат, пускай они знают, что со стороны гостей, и как с моей личной стороны это было оценено на самом высоком уровне, и я присоединяюсь к словам дорогого Гела, большое спасибо за такую прекрасную организацию такой международной конференции. Я догадываюсь, но я не знаю, можно ли говорить имя, поэтому отдельное спасибо вот всем, вот всем, вот от того, кто руководил общим менеджментом до тех очень молодых, очень красивых парней и девушек, которые делали нашу жизнь очень простой. И еще один момент очень важный, очень важный момент, я думаю, ну понятно, что я там себя не чувствовал чужим или каким-то покинутым, но я думаю, что на этом форуме никто из России себя не чувствовал. Но Гела, так как, давайте, не скромничайте, так как вы там особо выделялись, и вас всегда и в прошлом году выделяли на пресс-конференции президента, и сейчас выделили на пресс-конференции президента, и плюс общее отношение к вам, оно немножко отличалось от того, что потому что все другие гости, они не так хорошо, плюс они не с соседней страны, то есть они из разных стран этой планеты, и поэтому не так часто они бывают там, и на вашем канале, этот главный канал, так сказать, Кавказа, на этом канале выступает огромное количество представителей Азербайджана, понимаете, и поэтому таким образом вас уже воспринимают в Азербайджане как очень близкого человека, друга Азербайджана, и поэтому отношение к вам, вы же, я же видел, мы с вами когда ходили, то есть вас узнавали буквально все, и работники гостиниц, которые там, многие из них далеки от политики люди, потому что все смотрят телевидение, всех это интересует, будущее нашего региона, и поэтому они понимают, что на этом канале, вот этот канал принадлежит вам, и вы ведущий этого канала, вот, и так сказать, не скромничайте, к вам было там особое отношение, и я это заметил. За это отдельное спасибо, я просто про другое, я же общался с другими, и не не скромничайте, не скромничайте, к вам было чужим, так что тут однозначно можно сказать, что действительно была очень теплая атмосфера. А теперь, прошу прощения, тут мне все сразу же зазвонило одновременно. Дорогие зрители, сделайте скидку Геле, он все-таки у нас человек творческий, и он только прилетел, и он сразу с места в карьер, и сразу же мне звонит, ну что, когда мы будем делать интервью? Я сказал, вот я готов сейчас, пожалуйста, и вот мы записываемся. Сразу же, да, с места в карьер. Я же просто еще и общался с другими людьми, и действительно там никто себя не чувствовал чужим. Действительно там никто себя не чувствовал чужим. И, ну, теперь перейдем непосредственно к форуму. Вот я хочу, хотел спросить, мне могут сказать, слушай, если ты хотел что-то спросить, ты не мог у него лично спросить там, что ли? Но, правда, вот у меня вопрос, он может быть общий такой, а зачем вообще нужны такие форумы? В чем вот суть? Ну, сегодня в современном мире значимость информации, она увеличилась в разы, я имею в виду, после того, когда изобрели интернет. А когда происходят в мире такие тектонические процессы, волей-неволей мы с вами политологи, мы понимаем, что история и социология – это основа политологии. И поэтому, если мы сделаем экскурс в недавнюю историю, когда происходили тектонические процессы, тогда не было интернета. И скорость проникновения информации в те или иные общества, она не на том уровне, на котором сегодня. А сегодня уже, если вспомните, на этой пресс-конференции президенту Азербайджану задали вопросы и про искусственный интеллект, и про возможности этого искусственного интеллекта. И он очень правильно отметил, что это одна из самых главных проблем, перед которой уже столкнется в ближайшее время. Вся планета – от политиков до обычной бытовой жизни. И поэтому сама информация становится важным инструментом, важным инструментом в любой сфере жизнедеятельности человека. А политика, как вы сами понимаете, это высший пилотаж в плане того, как это влияет на всю жизнь людей в том или ином государстве, в том или ином обществе и в целом на планете, если это затрагивает сильных и главных игроков на планете. Естественно, информационная составляющая, она играет очень немаловажную роль. А тем более, ежели происходит непосредственно полномасштабная война, как вы сами понимаете. И здесь очень важную роль играет то, кто как профессионально и оперативно работает с этой информацией и правдивой информацией. Тут же дезинформация идет с утра до вечера. И вот сама тематика этого формы, этой конференции была именно посвящена этому. И даже вы помните, я когда был на первом заседании после пресс-конференции президента, когда на другой день уже начались непосредственно дискуссии, я задал вопрос сидящим всем там в зале в плане того, что я говорю, вот я был во власти, я работал с вами журналистами. Я сейчас как эксперт работаю с вами журналистами. Я не журналист, вы меня пригласили сюда как эксперта. Вот вы все сидите журналисты и вы все говорите об ответственности журналистов, об ответственности журналистов и что надо делать для этого. Поэтому я вам задаю вопрос. Вот посмотрите, нет в мире правил. Потому что правил сегодня нет. Отсутствует правило. Потому что раньше были худо-бедо какие-то правила. И эти правила были созданы после Второй мировой войны в рамках Организации Объединенных Наций. Пять стран поставили все выше закона. И на всех остальных построили по этим правилам, которые они же сами и прописали. На них они не распространялись, а на всех они распространялись. И худо-бедно это просуществовало. Так сегодня и эти правила между ними самими уже не работают. Я задаю простой вопрос. Если это не работают правила между политиками, а это высший пилотаж, а они являлись всегда субъектами. Вы, медиа, претендуете на четвертую власть. Говорят же часто, мы четвертая власть. И в Соединенных Штатах это говорят, и везде это говорят. Но насколько это сегодня правильно так говорить? Потому что если вы четвертая власть, значит вы тоже субъект. Субъект всего того, что происходит. Будь то политика, будь то еще чего-то. А коль вы сегодня говорите об этом, мне кажется, вы всегда были инструментом. И для того, чтобы стать субъектом, может и вам нужно иметь какую-то субъектность. Субъектность не какой-то там ассоциации журналистов, а какой-то институт такой, типа как организация Объединенных Наций, которая для политиков создана. И какие-то правила, которым вы будете следовать. Какой-то кодекс, да? Вот как у медиков говорят, там клятва Гиппократа, да? Вот этому надо следовать. И если кто-то не следует, то какие-то механизмы, которые будут это регламентировать. У вас этого всего нету сегодня. И коль у вас всего этого нету, этого не было вчера, этого нет сегодня, и угрозы и риски, которые с каждым днем увеличиваются и увеличиваются, и плюс тут сейчас присоединится к ним искусственный интеллект. И как это будет работать? И любой человек, кто бы ни был, даже самый честный человек, который пришел в ту же журналистику, да? И как он будет работать с этой же дезинформацией? А эту же дезинформацию тоже будут кто-то проталкивать? Которые будут как раз-таки непосредственно инструментами в руках тех, кто является субъектом всех этих процессов. Вот для меня, например, да, как для человека, который и со стороны власти работал, и со стороны вот сегодня экспертного сообщества, да, работают со средствами массовой информации. Для меня это важно. И поэтому, например, я стараюсь не выходить на многие уже каналы. То есть я иду путем того, что вот как говорил тот же Вольтер, да, мне это очень всегда нравится, что войну выигрывают небольшие батальоны, а выигрывают меткие стрелки. И так же и среди журналистов, так же и среди каналов. Вот для меня, например, канал «Новости Кавказа» – это меткий стрелок у нас на Южном Кавказе. Каналов-то очень много же, правильно? Но на этом канале – это тот единственный канал, на котором выступают представители всех трех республик. Хотя в последнее время армянские эксперты почему-то не так активны на этой территории. Это тоже понятно. Это чисто… А есть на то и объективные, и субъективные причины, особенно после того, что произошло после Второй Карабахской войны, и то, что в том шоке, в котором находится армянское общество, в нокдауне, в мире иллюзии были, и теперь надо возвращаться к реальной Армении. Конечно, это требует определенного времени, процесса. Кто-то быстро это воспринимает, кто-то медленно. Но это очень важно, чтобы это было. Очень важно, чтобы все представители политического эстеблишмента, экспертного сообщества трех наших государств Южного Кавказа, они все время должны работать, потому что это наша территория. В первую очередь, это территория этих трех государств, этих трех обществ. Все остальные, которые там идут, они потом идут по географии, потому что география – это очень важный момент. Поэтому надо исходить из этого. География – это и плюс, география – это и минус. Поэтому надо пользоваться. А почему именно ваш канал? Потому что вы Грузия. Если Армения, Азербайджан, значит, это получается… Ни в Ереване этот канал не может работать, на котором он там будет ангажирован, ни в Баку. А вы в Тбилиси. Как будто бы вы можете быть центром. И вот там мы можем проводить многие и встречи, и информационные вот эти передачи. Поэтому это очень важно. Ну и опять же, это лишний раз говорит о том, что здесь вот, видите, мы идем путем качества, а не путем количества. Потому что многие же идут путем количества. Лайки, 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 дальше что? И размывается качество информации, и огромное количество пропаганды, огромное количество фейков и многого чего другого. А очень важно, чтобы вот как люди ищут врача хорошего. Врачей-то много. Кто-то диплом за деньги получил, кому-то папа организовал, а кто-то вообще не такой хороший специалист. Потому что это же тоже очень важно. И поэтому люди ищут врача. Даже вот здесь, здесь я говорю, я сейчас в Баку. В Америке, например, там всегда идешь second opinion, второе мнение, не нравится второй, идешь третье мнение в разных таких заведениях. И ты хочешь точно знать диагноз, правильный или не правильный. Также и политология, экспертиза должна быть правильной или неправильной. И поэтому очень важно, чтобы профессионалов было очень много в этой тематике. Также и в журналистике. Поэтому этот форум, этот форум, это я отвечаю на ваш вопрос так полномасштабно, потому что сама тематика, сама тематика важна была, потому что это актуальная проблема, она стоит перед всеми, это она стоит перед всеми, от политиков до журналистов, до простых граждан, потому что этот искусство, вот ТикТок, вот это все, видите, меня нет в социальных сетях, у меня кроме Фейсбука ничего нету. И этот Фейсбук, опять же, у меня вынужден, если мне вынужден, я должен быть его как-то иметь, я им не пользовался бы, а у меня всего остального больше ничего нету, потому что это предмет для каких-то спекуляций, потому что я должен уделять этому огромное внимание, время и должен думать о вопросах защиты, потому что информация, проникновение, вот эти всякие, так сказать, вирусы, хакеры, много чего такого. И поэтому, а когда тебя там нету, ну, тебя трудно, так сказать, сделать инструментом каких-то, да, а поэтому, если зрители смотрят, чтобы вы знали, у меня кроме как на Фейсбуке, это моя страница, я опять же, очень мало слежу за самим Фейсбуком, потому что у меня это, я загруженный человек, а вот страница Фейсбука у меня, это для того, чтобы я там выставлял все то, что я говорю, и, ну, и с другой стороны, имел определенные контакты оперативного значения, да, которые я имею и конкретно, с вами, в том числе, дорогой Гела Плюс, и со многими друзьями, которых я знаю лично или виртуально, или вот те, которые пришли на встречу с вами, кстати, заодно им тоже всем привет. Огромное спасибо. Да, 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 что они вот пришли на встречу в гостиницу, так сказать, поговорить, поэтому это тоже, вот опять же, это положительная часть, так сказать, вот этого интернета, этого виртуального мира, да, но вы же прекрасно понимаете, здесь и помимо позитивного момента очень много негативного. Так что это очень важно, эта тематика, эта форма, вот эта тематика дезинформации, а как разобраться, как разобраться, где правда, где неправда. И вот именно суть такого типа мероприятия, когда собрались специалисты со всего мира, и вы видели, там были представители и России в том числе, и какая у нас была жаркая дискуссия на эту тему, да, по разным направлениям, не только через призму российско-украинской войны, а через призму геополитических процессов, которые происходят на этом, потому что Россия тоже наш сосед, Россия – постоянный член Совета Безопасности, Россия – самая ядерная держава на планете, понимаете, и к ней так относились во времена Советского Союза, и тогда боялись хаоса в самой ядерной стране мира, и сегодня точно так же, поэтому как, что будет делать, очень важно для этого контактировать, понимать, где взаимные риски. Есть риски для каждой отдельно взятой страны, да, и вы-то и занимаетесь этими рисками на уровне своих возможностей, но есть общие риски, которые есть для всей планеты, да, и эти общие риски, они должны быть как-то озвучены, сформулированы, и они, ежели это касается темы политики, они должны быть в рамках каких-то институтов, ну типа организации объединенных наций, организации ОБСЕ, например, в Европе, вот, по всему миру, да, опять же, это не просто так ОБСЕ, это международные институты, да, а есть гуманитарные структуры в области культуры, это ЮНЕСКО, например, а есть те, которые чисто географические, да, вот, например, Евросоюз, это географические, НАТО, это Североатлантический блок, точно так же они должны быть, вот, Союз Тюркских государств, который сейчас набирает свои обороты, и так далее, и тому подобное, поэтому информация, она тоже должна быть институциональная, и она должна иметь какие-то правила, и когда это все, то или идеального нету нигде, идеального никак, как тот же Черчилль говорил, он говорил про демократию, я, если перефразирую того же Черчилля, идеального нигде нету, ни в каком виде, ни в области информации, ни в области законодательной инициативы, ни в области исполнительной власти, то есть, ни в области судебной точно так же, потому что, как вот мы сами меняемся, люди же меняются, Америка 200 с лишним лет тому назад, отца основателя, когда создавали, и посмотрите, какая-то, сегодня другая Америка, поэтому и вот эти все изменения, и политика изоляционизма, которая была 200 лет назад, она сегодня не так работает, да, Америка немножко консервативная страна, и здесь поправки Конституции, они там чуть больше 10 поправок, все это время сделали, тяжело они идут, но опять же, волей-неволей, ты будешь принимать какие-то решения, а если, говорят, в бытовой жизни, раньше у нас интернета не был, сегодня интернет есть, раньше телефон вот такой был, а сегодня уже смартфоны, и так далее, там будут, Илон Маск, из-за этого искусственного интеллекта через 5 лет мы не узнаем нашу жизнь, она в корне изменится, вспомните, что стало с нашей жизнью после появления этих смартфонов, и понимая это все, мы по всем направлениям должны к этому готовиться, по всем направлениям, и чем мы оперативнее будем в этом направлении работать, и ответственнее, тем, конечно, будет легче нам в личном плане, и тем странам, и тем народам, тем обществам, в которых мы в той или иной мере работаем, врачи точно так же, да, представьте себе, Нобелевскую премию, сегодня уже никого не удивляет, что получает японский какой-то врач, американский врач, и какой-то врач, например, из Израиля, втроем они решили какую-то проблему в области медицины, и они вот им троим, например, вручают тоже Нобелевскую премию, а как можно было бы это представить 100 лет тому назад, пока там письмо дойдет туда, пока письмо дойдет сюда, то есть нет этой оперативности, да, точно так же и все остальное, поэтому, я думаю, и политики, и мы, эксперты, да и представители всех других профессий, и, коли мы сейчас говорим именно об этом форуме, о журналистах, они все должны более ответственно относиться ко всем этим процессам, которые сегодня происходят в мире. Да, это очень важный момент, вот вы сейчас вспомнили про выборы в Соединенных Штатах и про процессы, которые идут в Соединенных Штатах, вот понятно, что то, что происходит в США, очень важно, но, с другой стороны, центральное событие форума, значит, ответы на вопросы президента Азербайджана и целых два вопроса, это очень много, было непосредственно, в том числе и ваш вопрос, но также часть его, было непосредственно связано именно с выборами в США, почему? Ну, потому что, как вы сами понимаете, США сегодня, нравится кому-то или не нравится, это пока еще главный центр на планете, и от многих решений, которые принимаются в этом центре, включая президентские выборы, в той или иной мере зависит судьба всей планеты, точно так же. То есть, если вот эти пять стран, постоянных членов Совета Безопасности, среди этих пяти, самый сильный, это Соединенные Штаты Америки, и это первая экономика на планете, да, как вы знаете, там 25% ВВП, на втором месте идет Китай, 20% ВВП. И, исходя из этого, естественно, всегда важно знать, какие там идут процессы, как это может повлиять. Ну, а выборы президента, и параллельно с этим, естественно, выборы Конгресса, вы же знаете, как это здесь работает, в Америке какое здесь разделение, и это не чисто номинальный институт, я имею в виду законодательный, то есть вы видите вот даже эти полгода, так сказать, спекулятивной тематики, да, по поводу украинской и ближневосточной тематики, как это отразилось на тех территориях, да, на тех географиях. Это был, как сказать, результат предыдущей уже предвыбранной кампании. И вот вы живой свидетель, и вы живой свидетель, что, Гелла, я выиграл бутылку Кинзмараули для вас, дорогие зрители. Не буду уточнять у кого, у достаточно уважаемого человека, который присутствовал на этой международной конференции, вот, и он также задавал вопрос. Подождите, подождите, ящик был, сейчас уже бутылка, а до секунды там было про ящик речь шла. Ну, я делал то же, ящик не вам, вам одна бутылка, вы что на весь ящик претензируете, имеете в виду? Нет, нет, я догадываю, подождите. Эльдар Намазов и Тофик Зульфугаров и остальные, и Фархад Малетович, которые, они скажут, а как же нам, как же нам? Мне легче, я человек не пьющий, поэтому я готов подарить всем, но, Гелла, одна бутылка была обещана вам. Во время этого спора с уважаемым человеком, вот, и разговор зашел об американских этих выборах, а я на вашем канале Гелла и на всех других каналах говорил, не торопитесь говорить о том, что в бюллетенях будут две фамилии, Трамп и Байден. Я говорю, дождемся съездов этих партий, и после того, после того я сказал, помню, когда будет решен, номинирован Трамп, и когда он объявит, кто пойдет у него вице-президента, после этого демократы будут принимать решение. И именно после этого это решение и последовало. И вот я это сказал за столом, Гелла сидел рядом, в живой связи, другой человек сказал о том, что нет, этого не будет, я был там, он был на съезде, кстати, этой партии, вот этой конвенции, да, которая там проходила, и вот эту общую обстоятельность, кто говорит однозначно, Байден остается, никуда он не пойдет. Ну, как вы видите, Байден снял свою кандидатуру, как и я предсказывал, вот, и живя в стране, ты лучше чувствуешь барометр этой страны, это закон, это закон для любого, потому что можно приезжать и уезжать, это не так ты чувствуешь эту страну, в стране надо жить, и когда ты внутри живешь, потому что это же не только наверху это происходит, это происходит и внизу, и в магазинах, в бытовой жизни, в обычной жизни, да, и мы умонастроение понимаешь, да, вот, например, я азербайджанец, я прекрасно понимаю умонастроение и социальный заказ азербайджанского общества, который начался, так скажем, дал, взлетел очень сильно после 27 сентября 2020 года, да, когда началась Вторая Карабахская война. И вот по сегодняшний день, да, мы это, для этого надо быть азербайджанцем, для этого надо любить свою родину, для этого надо понимать вот этот барометр, да, и тем более приезжать и уезжать, ты прекрасно понимаешь, что сплотила сегодня нашу нацию, нашу нацию сплотила вот эта тема Карабаха и победа, вот это, это факт. Поэтому, живя в США, ты тоже понимаешь барометр того, что, как ты понимаешь о том, что да, он сойдет, и они должны быть, потому что, особенно после того, так сказать, попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа, и вот этот его жест рукой, так сказать, это такое-такое, да, это такая фишка, да, такая политтехнология, как хотите, или, как он говорит, это знак Божий, но в любом случае это сработало на эту мельницу, и, значит, тебе через вот 19 августа у демократов этот съезд, и теперь демократы должны что-то тоже преподиниться, а шоу можно создать, шоу это не проблема, там у них в казне денег больше, чем у республиканцев, я имею в виду на предвыборный штаб, только вот, как только Камал Харрис объявил, что она идет на эту, она за один день 83 миллиона собрала, да, то есть это, опять же, проблема там не в деньгах, проблема в том, как это будет преподнесено, шоу они сделать смогут, но вот какая будет фишка, здесь эта фишка, это вот эта попытка покушения, и из него сделали, или пытаются сделать, да, дальше, от санации, вы же видели, как он сидел, это Трампа было не узнать, он сидел, как Паенка, вот, более того, по всем съездам, я уже здесь 20 с лишним живу, я увидел уже несколько таких конвенций, да, и по сценарию всегда кандидат этот, который номинируется, он выходит последний день, ну, так сказать, да, под замен, кульминация, а тут он каждый день приходил, вот так сидел, сидел, так, как Паенка сидел, то есть из него сделали, он внучка выступил, то есть какой он хороший дедушка, какой он хороший там отец семейства, и так далее, там потом, то есть совершенно другой образ жизни, более того, когда он выступил с речью, заметьте, да, он только два раза завелся, только в самом конце, да, вспомнил Нэнси Пелоси, и один раз вспомнил того же Байдена, то есть, а так, потому что четко было сказано, не надо это делать, потому что надо, после этого покушения, есть возможность стать отцом нации, да, они президентом, там, не только республикан, отдельной части республиканцев даже, да, рейганисты же, они просто корпоративные интересы их собрали, но они не приемлют его кандидатурой, и даже не кихели, просто они сегодня с корпоративных интересов, они сконсолидировались, вот, и ему это объяснили, он как будто бы идет этим путем, да, может быть, не так качественно идет, нет, ну, и вот, и с моей точки зрения, сегодня преимущество, конечно, у республиканцев, и лично у Трампа, и мне кажется, он, допустим, маленькую-маленькую, так сказать, на фоне вот этой эйфории после этого покушения, ошибку, которую можно воспользоваться, во всяком случае, да, вот, он сделал, потому что все готовились к тому, что вот до покушения очень сильно разговоры шли о том, что Ники Хейля пойдет к нему вице-президентом, и с ней работали, вот, и она дала на это согласие, естественно, потому что, поэтому она вышла и поддержала его вначале, ну, вот, когда это произошло, попытка покушения, ну, он уже в эйфоре, он говорит, теперь мне она тоже не нужна, я теперь вообще герой, да, и он берет, так сказать, своего молодого клона, тот же Эванс говорит все то же самое, что он говорит, ну, и в квадрате, ну, я могу понять, что если бы Трампа было бы не под 80, значит, не дай бог, все ходят под богом, да, что-то такое, значит, этот молодой человек может стать, Джи Джи Вэнс, Джи Джи Вэнс может стать, значит, следующим президентом, получается, и эти вопросы, которые задают те же рейганисты, и очень многие простые американцы, да, а Америке это надо, то есть одного Трампа они уже пережили 4 года назад, и сейчас еще готовы так же пережить, тем более, если была бы рядом с ним та же Ники Хейля, но вот этот вариант, который они сделали, это немножко напугало очень многих, потому что с Ники Хейля там они 100% победа была гарантирована, и вот поэтому в этой ситуации, а им очень хотелось, чтобы Байден остался, потому что это противоядие, вся их предвыборная кампания и тех и других была построена на этом, то есть страшилки друг на друга, из двух зол выбирайте меньше, а кто из двух зол меньше, пускай это определят сами американцы, особенно в штате Пенсильвания, в штате Мичиган и Висконсине, да, вот в этих, так сказать, главных штатах, и он поэтому Диджи Венса туда дает, и он свою речь именно на эти три штата и направил, вот этот молодой кандидат вице-президента, а что делать демократам в этой ситуации, и поэтому, когда это все произошло, они понимают, что однозначно ему надо сейчас сходить, ну, осталось всего 100 дней, за эти 100 дней, и на федеральном уровне, и плюс по процедуре, и плюс по Конституции, однозначно кем обыхались, нравится она кому-то, не нравится, потому что если ее не выдвигали бы кого-то другого, тогда получается, она что, мыльный пузырь была 4 года, вы кого вы в этот президент выбирали, а если вдруг что-нибудь случилось бы, значит она должна быть, значит она должна быть тем человеком, который должен соответствовать должности вице-президента и на возможность того, что следующим президентом, а если это происходит вот сейчас такой вот форс-мажорной ситуации, ну, исходите из этой ситуации, и поэтому, естественно, и я об этом также регулярно говорил, что будет она, другое дело, кто пойдет за вице-президента, вот здесь теперь этот вопрос очень становится актуализирован, потому что Барако Убама хочет, чтобы это была его жена, вот, вместе с тем же Клуни, и поэтому они именно с первого дня выступали, и Нэнси Пелоси их также поддержала в плане того, что вот они это хотят, ну, классические демократы, они считают, что это too much, как говорят американцы, очень много, да, то есть Америка готова к женщине, она была готова во время Хиллари Клинтона, но не к Хиллари Клинтону. Другой женщине. Так, другой женщине, но только не к Хиллари Клинтону. Поэтому она готова, чтобы президентом США была бы женщина. И Камал Халис, ну, она прокурор, все-таки была у округа, она потом стала прокурором Калифорнии, то есть и теперь она вице-президентом, то есть послужной список как будто бы дает ей возможность идти к этому, да, и она еще была сенатором, точно так же, она простая эти ступени. А вот тот же Джи Джи Венс, он даже двух лет нету, как он избрался сенатором, да у него вообще нет никакого дэкграунта политического, да, хотя бы минимум 10 лет просидел бы где-то сенатором, поработал бы, был бы губернатором где-то, а вот, например, Ники Хейли, она же была и губернатором, она была и послом в Организации Объединенных Наций. Всегда дэкграунд играет большую роль, а так просто взять, что ты будешь смотреть в рот президенту, и у тебя никаких этих самых нет, но вот залетело дальше, что опыт играет большую роль, и человек должен быть в системе, он должен систему хорошо знать. Вот пришел, да, Трамп, внесистемный человек, видите, что произошло, Америка 2-го, 6-го января не хочет, и все сделать для того, чтобы его здесь и не было. То есть я это к тому виду, и вот кто же будет вице-президентом, ну и называется с фамилией, естественно, губернатора Калифорнии, губернатора Мичигана, еще несколько фамилий называют, но так если взять, и она была прокурором Калифорнии, и этот губернатор Калифорнии, что-то очень много для Калифорнии. Понимаете, вот все же задаются много таких вопросов, и как это будет влиять на то, а если две женщины, это очень много, а одна женщина, а кто к ней вице-президентом, а какая, в чем фишка. Вот над этим всем сейчас работают политехнологи Демократической партии пожарным методом, потому что они сегодня, это знаете, как вот у них произошло, вот как считаете, две машины едут, гонка, да, и вдруг у этой машины колесо спустило, колесо спустило, и лопнуло, да, так сказать, Байден сошел из дистанции. И теперь они должны это колесо поменять, и догнать ту машину, которая ушла вперед. Насколько она ушла вперед, а до финиша осталось 100 дней, понимаете, да, и вот здесь этот вопрос играет очень роль, и чем отличаются эти машины, даже пускай у них машины будут одного класса, да, а машины у них одного класса, потому что они шли ноздря в ноздрю. Сказать, что такая большая разница между демократической партией, республиканской, я имею в виду, чисто в американском истеблишменте, нет, среди избирателей по 30% в целом, сторонники этих двух партий, 40% независимые, включая меня. Губернатор также пополам поделены, сенаторы и конгрессмены также почти все, ну чуть-чуть там у этих больше, чуть-чуть у этих больше, и поэтому обычно редко бывает, когда президент и сенаторы из Нижней Палаты, конгрессменты, представители одной партии, да, это бывает, когда на волне каких-то моментов происходит, тогда это происходит, и в этот момент они стараются протолкнуть очень много, вот Барак Обама в этот момент, Обама Керр протолкнул, если бы, и сегодня это Обама Керр, тот же Трамп, и все, они не могут у них получиться, поэтому здесь нужно не просто большинство, здесь нужно такое большинство, то, что филибастер не сработал, филибастер, это, так сказать, защита прав меньшинства, да, поэтому, если хотите в Сенате пройти, это не 51-49, это должно быть минимум 60 голосов, а эти 60 голосов вы должны уже искать у противоположной стороны, а противоположная сторона не пойдет, поэтому вы должны сделать, чтобы 60 там было представителей вашей партии, а сегодня в условиях того, такой поляризации Америки, обычно идет или 51 на 49, или 50 на 50, да, в последнее время это так происходит, поэтому здесь не только президентская кампания, на кону, да, на кону и Конгресс, потому что меняется полный состав низшей палаты, и на 30% меняется состав верхней палаты, а это очень важный момент, поэтому все думают не только об этом, потому что, ну да, представьте себе, избрали снова Трампа, а если Конгресс имеет расследование, и все, и в нижней палате, и в верхней палате, и все, там уже Трампа ловить нечего, или же наоборот, а ежели они будут разделены, потому что Сенат занимается кадровой политикой, в первую очередь, оттуда проходят и послы, оттуда проходят и министры, это все кадровая политика оттуда, а нижняя палата, это бюджет, это деньги, поэтому это очень важно, вы увидели, да, как нижняя палата, все с месяца, вот и бодались они, а там у них мизерное преимущество было, у республиканцев, в нижней палате, ну вот видите, они кровь попили, и сделали все то, что они хотели, потому что это попало на приборную кампанию, просто когда ты живешь в стране, ты чувствуешь этот барометр, и тогда ты понимаешь, вот идущие тенденции, поэтому сегодня еще очень рано говорить, на данный момент преимущество республиканцев, их машина пошла сейчас немножко вперед, но это, если вы меня спросите, вот так в Америке все, ох, после этого покушения, все, которые не определились, пошли голосовать, категорически это не так, это не так сильно, потому что эти 30-30, они будут голосовать, так они и голосовали, хоть 10 раз судите того же Трампа, или снял Байден свою кандидатуру, вы видите, как демократы все построились, за один день, за один день, они все построились, когда говорили, там будет хаос, там не будет никакой дратики, никакого хаоса, сейчас идет там конкретно работа, закулисная по должности вице-премьера, они это должны будут определиться, чтобы они показали бы консолидацию, ту, которую показали республиканцы, они вот не только консолидацию показали, они показали, и что у них даже есть отец, нации, лидер нации, вот как они сыграли на этой фишке, здесь же не создаешь сейчас какое-то покушение очередное, или что-нибудь такое, это уже будет плагиат, и там даже не Кичели построилось, потому что ей объяснили, сегодня поддерживаешь партию, корпоративные интересы, после наследующих этих самых, у тебя будут полные шансы, партия тебя поддержит, поэтому Майка Пенса, видите, нигде не видно, потому что он сделал не то, что хотели от него, например, сделать, 6 января, но он сделал то, что он с его точки зрения, да, да, он сделал то, что требовало Конституцию, он это и сделал, а сегодня и Никифейля пошла на это, и поэтому и здесь идет эта консолидация, все губернаторы уже дали, можно сказать, присягу, и все сенаторы, и все конгрессмены, весь эстеблишмент, и все делегаты, массе свои, там около двух тысяч надо было набрать, а там уже намного больше, поэтому то, что она будет номинирована, нет вопросов, сейчас главный вопрос, кто будет кандидатом, вице-президентом, потому что здесь он совершил маленькую ошибку, если бы не Джи Джи Венс, кого бы они не выбрали бы, Кямаль Харрис, вице-президента, они проиграли, но здесь есть маленький момент, надо думать об этом, что они могут играть на этой факте, вот она на чем играет, первое заявление, что она сказала, я имею в виду, Кямаль Харрис, я была прокурором округа, я была прокурором Калифорнии, и я знаю, как надо работать с преступниками, то есть она это, потому что у него официально уже есть, так сказать, конкретное дело, тот последний суд, суд присяжных признал его виновным, и то есть это будет насилища, на которой она будет, потому что она прокурором на самом деле была, против него на самом деле была, и есть эта тематика, она будет, а какая тематика будет с этой стороны, она же была построена против Байдена, а Байдена уже нету, теперь надо менять все это на эту сторону, а кто там будет вице-президент, здесь уже они сделали, вот это слабое звено, они сделали Джи Джи Венс, если была в Никитиле, что там, а как наедешь на нее, потому что эти 20, вот эти неопределившиеся, в этих штатах, надо работать на них, Джи Джи Венс, на них это не тот уровень, это не тот уровень, потому что его никто не знает в этой стране, вообще, ну, человек только избрался в Сенат, благодаря Трампу, он пошел, извинился, и тот его избрал, он друг его сына, это ее сын привел, это Трампа сын привел к нему, и он его, так сказать, сделал сенатором, но это же не говорит оно, что он, так сказать, человек харизматичный, имеющий опыт, его знает вся Америка, категорически это не так, и, а здесь кто будет вице-президентом, вот это очень важный момент, после этого уже можно говорить, как может развиваться вся эта президентская компания, надеюсь, я подробно дал информацию о состоянии дел здесь в США, я имею в виду точки зрения президентской компании. Действительно, очень подробно, и очень большое спасибо за это, потому что, ну, это действительно интересует очень многих наших зрителей, давайте все-таки уточним для, хорошо это все в США и так далее, а при чем тут Азербайджан? Ну, дело в том, что, вот как мы, давайте, говорили бы о значимости, важности информации, и ее влияние, да, на нашу жизнь, и в политическом смысле в том числе, здесь, посмотрите, как увеличивается значимость логистики, какая была, если вспомнить, да, великий шелковый путь, логистика, да, это если теми временем, языком, современным языком оценивать великий шелковый путь, это логистический путь, если посмотреть с современной точки зрения, куда сегодня Китай больше всего денег вкладывает, как называется его этот проект? Один пояс, один путь. Один пояс, один путь. Уже более триллиона они туда вложили, и продолжают вкладывать, и если мы начнем расшифровывать этот один пояс, один путь, мы видим, что это проходит через Южный Кавказ, и он все будет больше и больше проходить оттуда. И последний документ, который подписал президент Азербайджана и Лизер Китая о стратегическом партнерстве, лишнее тому подтверждение. А год назад похожий документ был подписан в области энергетической безопасности с Урсулой фон дер Ляйн. И теперь Урсулу фон дер Ляйн, Евросоюз находится здесь, Китай находится здесь, Азербайджан вот здесь посередине. И это идет отсюда. Значит, и те, и другие заинтересованы. И будут заинтересованы в стабильности, и будут заинтересованы в других моментах, чтобы это работало бы. И чтобы здесь не было дестабилизации какой-то. Потому что если страны будут вкладывать, большие страны, это вот три экономики на планете, если три экономики, многие, может быть, зрители должны знать, это США, это Китай и Евросоюз. С 450 миллионным населением. Это три главные экономики. И Евросоюз, и США вместе с Китаем на полтора триллиона торгуют. Значимость Южного Кавказа увеличивается. Сегодня кто лидер на Южном Кавказе из этих трех стран под всем направлением? Азербайджан. Нравится кому-то или не нравится. Потому что Азербайджан, эту занозу, которая была вот 30 лет у моей страны и у моего народа, мы решили эту проблему. И дальше посмотрите, в каких условиях мы решили и как нам это удалось. Вот глядя на эту географию, глядя на все то, что происходило за последние 30 лет. И поэтому, естественно, значимость темы логистики, она не менее важная, чем значимость той же информации. Потому что идет информационное сопровождение. Вот всегда, даже когда, например, будь то в юриспруденции, будь то в спецслужбах или где-то, всегда, когда принимается какое-то решение стратегическое, всегда говорят, должно быть информационное сопровождение, должно быть оперативное сопровождение И так далее. И вот это то же самое из этой области. Значит, если будет приниматься какое-то решение, один пояс, один путь. Если будет приниматься решение о логистическом, стратегическом партнерстве Азербайджана с Китаем, значит, нужно будет информационное сопровождение для этого. И уже экономические какие-то вливания. То есть по всем направлениям это должно будет работать. По культурным то же самое и так далее и тому подобное. И поэтому, когда подписываются такого типа договора, они имеют и свои составляющие. То есть в политике, высшее политическое руководство принимает стратегическое решение. Потом идет тактическая ее реализация по всем остальным направлениям. И включая информационную составляющую, включая транспортную составляющую в том числе. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, а при чем тут Азербайджан? Азербайджан лидер Южного Кавказа сегодня. После того, как Азербайджан восстановил суверенитет и полностью территориальную целостность. И сегодня главная проблема, которая есть у нас на Южном Кавказе, это Армения. У Грузии тоже есть проблемы. Ну, это если мы сравним. Если вы меня спросите на первом месте Азербайджан, на втором Грузия, на третьем Армении. Из наших этих трех стран. Потому что география у Грузии намного лучше, чем география у Армении. У Армении география, она в данный момент является причиной многих проблем Армении. Но, с другой стороны, она иногда и даже ее защищает, если они правильно будут оценивать эту географию. И глядя на эту географию, глядя на ту логистику, которая изменила и Грузию, и Азербайджан, и наше вот стратегическое партнерство, которое есть между Азербайджаном, Грузией и Турцией, лишнее тому подтверждение. Аджария, Батуми, это лишнее тому подтверждение. И плюс, когда мы видим то, как сюда стремится и Восток, и Запад, как они заинтересованы в этом. Мы же видим и Север, и Юг тоже интересуются в этом. Поэтому здесь очень важно правильно, правильно, этим трем странам правильно распорядиться. И если наши соседи, которые всю жизнь создавали проблемы своим соседям, то есть претендовали на их территории, сегодня вроде бы эту тематику мы как будто бы закрыли. Есть тематика мирных переговоров, которые идут. И они идут на всех парах. Даже Азербайджан, вы знаете, пока мы там с вами были, в ШУШЕ, если вы помните, Армения получила официальное приглашение на КОП-29. Официальное приглашение со стороны Азербайджана. И это может быть тоже историческое событие. Насколько сегодня тенденции движения к этому есть. И они в общих чертах, они приветствуются в определенных сильных центрах. Просто каждый из них отстаивает свои интересы, а мы должны отстаивать. Как интересы каждой своей страны, но через призму интересов, в первую очередь, нашей географии. Мы так должны подходить. И вот то, что наши там жаркие дискуссии были с разными представителями, и севера, и юга. То есть, если помните, они же именно исходили из этого. Надо объяснить им, чтобы они понимали. Потому что те времена, которые были до этого, они уже тихо-тихо уходят в историю. И с этим приходится считаться всем. Да, это может быть остаточное явление. Как вот от бронхита осталось, человек кашляет. Но уже сегодня не та ситуация, как было 30 лет после Первой Карабахской войны, Бишкекского протокола, и когда вы использовали нерешенные эти все проблемы в качестве кнута и пряника. И в первую очередь, это использовал, естественно, наш северный сосед. И южный сосед этим довольно хорошо в своих интересах использовал. Я уже не говорю про тот же Запад. Про тот же, да, и про его двойные, тройные стандарты. Но для того, чтобы все они бы считались бы сегодня с реалиями на земле, А они все прагматичные. Особенно на Западе, я живу здесь. На Западе считают деньги. Деньги правят миром. Западным миром в первую очередь. Это капиталистический мир. И если им кто-то гарантирует безопасность их вложений, их инвестиций, они будут работать. Они будут работать. Здесь с Аддамом Хусейном работали, и с Муаммаром Каддафи работали, и со всеми остальными. У них был принцип. Этот сукин сын, но это наш сукин сын. Это принцип и США, это принцип целого Запада. Они и по сегодняшний день этот принцип сопровождают. Заметьте, на Китай наезжают. Когда наезжают? Когда Китай что-то не то делают. И вспоминают уйгуров, и вспоминают всех остальных. А когда что-то не то, они забывают об этой тематике. И с Россией так же у них было. То есть говорят демократия, автократия. Никакой такой борьбы демократии, автократии нет. Это ложь, это фильткинограмма. Это просто картинка, которую нужно... Вот это информационное сопровождение этой лжи. Так скажем, да? Вот это та самая дезинформация. Поэтому просто надо уметь это все понимать, читать. Вы спрашиваете, при чем тут? Я и говорю, значимость Южного Кавказа увеличивается. Азербайджан лидер сегодня Южного Кавказа. Но Азербайджан без своих соседей и всех возможностей этой географии. Если здесь мирный договор с Азербайджаном, с Арменией. И Армения тоже вовлечается во все эти логистические процессы. Мы же можем сделать из нашего Южного Кавказа клондайк. Клондайк по всем направлениям. Это же не только газ и нефть. Это и современная, так сказать, энергетика. Вы видите, как Азербайджан мощно развивает инфраструктуру. А вспомните дело, что было год назад, когда и вы, и я, мы были в Карабахе. Мы были автономно. И какая разница, за год что произошло. И та гостиница, в которой мы с вами жили, гостиница Шуша. Это же посмотрите, на каком уровне. И совершенно, вот с правой стороны вандалы что сделали, это показано, они еще не... А с левой стороны совершенно новый город. Видно было, что хозяева пришли этой земли. А тут были вандалы, которые и деревья вырубали, и дома рушили, и я не говорю, все остальное делали. И это очень важно также показывать иностранцам. И иностранцы, вот это людям, одно дело, картинку, которой им вот эта дезинформация, которая все время была. И поэтому многие из них не хотят ездить. И не ездили туда. А что нам туда ездить? Потому что ты придешь туда, и ты увидишь, тебя тыкнут носом и скажут, смотри, смотри, негодяй. Ты в своей газете New York Times, Washington Post, Le Monde, Figaro, ты целый день говорил, что это не так. Нас обвинял в этом. А вот теперь, посмотри, вот это сделали они, а это вот делаем мы. И кто им мешал делать то же самое здесь? Кто им мешал, если они говорят, что это их земля? Почему они не делали? Они даже в Ханкинде этого не делали. В Ханкинде этого не делали. Там все, то, что там есть, более-менее нормально построено, это все построено Азербайджаном, на азербайджанские деньги, азербайджанскими архитекторами в массе своей в советское время. Все. Если это ваше, то делаете, да, что-то? Ну, это уже другой вопрос. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, в чем значимость, именно значимость в том, что значимость логистики увеличивается в мире, так же, как информация, Азербайджан находится просто в центре этой логистики. И поэтому этим нам всем надо грамотно, осторожно, как по минному полю, а не так, как раньше это было 30 лет назад. То есть сегодня мы должны стать, на самом деле, полностью полноправными субъектами международной политики и в области логистики в том числе. Если Азербайджан это в рамках своей географии отдельно делает, Азербайджан сегодня все признают, что он является сегодня субъектом международной политики. Но надо сделать так, чтобы Южный Кавказ стал бы субъектом международной политики. Поэтому и Азербайджан заинтересован в том, что субъектность пришла бы и в Грузию, субъектность пришла бы и в Армении. Тогда нам можно будет быть спокойным за перспективы и будущее нашего региона. Знаете, у нас остается не так много времени, я задам, пожалуй, основные вопросы. Мы будем еще обсуждать направление, которое задал этот форум, потому что действительно было очень много направлений, очень много интересного. Вы сказали ключевую фразу, за которую я хочу зацепиться. А как стать своим для Запада? И нужно ли становиться своим для Запада? Знаете, а тут не надо становиться своим для Запада. И вот, видите, неожиданный вопрос, своим для Запада. Надо не своим стать для Запада, надо с Западом так правильно работать, чтобы до него дошло бы, в чем его выгода. А это есть? Ну, это не своим, нет, это не своим. Это будет, это там будет чисто прагматизм. В большой политике, в большой политике есть прагматизм. А свой это что-то такое, знаете, когда человек, ну, потому что, ну, не сделает, есть красные линии. Есть красные линии, которые он никогда не сделает. Вот сегодня, вот видите, да, они были своими во время Второй мировой войны, союзниками были, правильно? А сейчас где они? Они уже говорили, что они свои. Ну, какие они свои? И тот же Запад со Сталином они были как будто бы своими, да. Но они не были никогда своими. И как только война закончилась, Черчилль пришел и сказал, что с одним покончили, давайте вместе с другим, и холодная война. Улдонская речь. Поэтому вопрос немножко, слово неправильное, слово неправильное. Как сделать так, чтобы до них дошло бы, в чем их интерес и в стратегическом плане. Вот это другое, но надо работать. И как сделать так? Побольше вот таких мероприятий. Однозначно побольше таких мероприятий, на которых регулярно, потому что как информация просачивается. Политики должны встречаться, журналисты должны встречаться. Представители всех других слоев общества также должны встречаться. И встречаться, и говорить, расшифровывать. Но особенности те, которые работают с информацией, это очень важно. И поэтому очень важно, чтобы и на вашем канале очень много было бы представителей всех республик, всех государств. И Армении, и Грузии, и Азербайджана. Все должны быть представлены. Вот представьте, вот вы даже это отметили. Да вот мы сидели, когда Гела в Баку, за этим теплым, так сказать, кавказским столом. Кавказским столом. Потому что раз сидел там представитель Грузии, значит, он становится уже кавказским столом. И вы видели, Азербайджан как там был представлен. У нас там был представлен начальник транспортного цеха. Он слышит наверняка, я ему отсюда привет передаю. Мы уже его называем. Кстати, завтра, послезавтра уже будет на канале. Мы разберем очень интересную тему. И все мы будем советовать. То есть к чему? У нас там, надо сказать, да, дорогой нас Рауф Агамерзоев. Потом, значит, у нас был главный военный эксперт всего постсоветского пространства. Который вот у всех, все военные эксперты, которые сегодня выступают в информационном пространстве, я имею в виду русско-жижечном информационном пространстве, на тему российско-украинской войны и, в принципе, на какие-то другие тематики, Агин Рустам Задея их всех оставил на втором плане. Потому что все занимаются пропагандой массе своей. А Агамерзоев и Рустам Задея, они этим не занимаются. Они чисто, потому что они специалисты именно узкого профиля. Один в области военной экспертизы, другой в области логистики, экспертизы на этой тематике. А вот все остальные, они, так сказать, специалисты по географиям. По регионам. Кто-то вот там, Джаман Широхондов, это наш посол, он иранист, он прекрасно владеет ситуацией в Иране. Поэтому очень важно доводить это. Я живу в Америке, хороший я, плохой я. Уже не знаю судить вам, зрителей, но вообще, живя в стране, я стараюсь не быть ангажированным, не тянуть рубашку или за демократов, или за республиканцев. Все уже знают, я даже этим, всем гостям, с кем я там общался в городе США, я им откровенно говорю. Я говорю, у меня приоритет, это моя родина Азербайджана. И на все я смотрю через призму этого. И на выборы в США, и на то, что происходит в Китае, в России, в Иране, в Армении, в Грузии. Через призму этого. Все, вот вы здесь собрались, вы все друзья Азербайджана. Все, вот я с вами. Это основа для общения. Это основа для того, как объяснить вам, как Азербайджан видит эту ситуацию, да, на уровне высшего политического руководства, на уровне экспертного сообщества. Вот мы это стараемся объяснить. Поэтому это очень важно. Когда вот системность, системность подачи информации на всех уровнях какой-то страны есть. Потому что вообще системность, системность – это залог успеха. И когда вы говорите, как достучаться, вот я отвечаю на ваш вопрос, да, что как это сделать, ну, надо показать, что есть система. И вот эта система работает вот так. Вы скажите, какая у вас система? Раньше, когда в Советском Союзе поезда ездили из Советского Союза в Европу, здесь была система этих узкоколеек, они отличались. И вагоны, которые ездили из Советского Союза, они потом переходили на европейские стандарты. То есть разные стандарты, да. И вот это такое. Поэтому система, которая существует здесь, например, в той или иной области, система здесь. Система лечения, там, онкологии там, система здесь, что вы добили, что… И когда это совместно вот так работает, работает, и оно начинает вместе работать. И таким образом, как вы говорите, Запад становится не своим, а вот просто понимает, в чем его интерес. И тогда он делает шаг назад. А иногда делает и два шага назад. Вы, наверное, должны уже хорошо понимать, в чем наш интерес. Тоже очень важно. Ну, наш интерес в том, чтобы нам нужен мир, стабильность в нашем регионе. И нам нужно, чтобы это в первую очередь понимали бы наши соседи в Армении. Однозначно, это нужно и Азербайджану, это нужно и Грузии, но в первую очередь это нужно Армении. Потому что Азербайджан, Азербайджан решил уже свои задачи, и нам спешить с этим некуда. И поэтому, когда кто-то спрашивает, а почему Азербайджан так ведет себя или не так, а Азербайджан говорит, меняется там конституцию, вот эта поправка. А куда нам спешить-то? Это вы спешите, вы посмотрите на вашу географию, посмотрите на состояние вашей экономики. То, что в Армении сегодня там, так сказать, на 7,5 миллиардов у них увеличился товарооборот. Все же прекрасно понимают, откуда этот товарооборот. Даже и в Грузии этот товарооборот увеличился. И что дальше? Это не то, к чему должна стремиться страна. Тем более, это лишний раз делает зависимость вас от того, откуда этот товарооборот увеличивается. Надо становиться субъектом международной политики, а не становиться объектом международной политики. Завтра этот краник прикроют. Или не просто прикроют, а если будет политическая конъюнктура такая, а если указание пойдет оттуда, из главных центров на Западе, и что вы будете делать после этого? И кто защитить вас? Посмотрите на географию. Здесь Турция, здесь Азербайджан, а там Грузия. А Грузия не пойдет против Азербайджана и Турции. Во второй Карабахской войне что-нибудь оттуда антиазербайджанское, антитурецкое было? Не было. А Иран будет выпендриваться? Нет. Вы что думаете, случайно в Иране сегодня президента этнического азербайджанца избрали? Не потому что он любит так Азербайджан или что, но сам факт того, что его дали вперед, и его дал вперед лично духовный лидер, который просчитывает, потому что они хотели выпустить пар, они понимают значимость этой тематики, значит, пускай скажут, вот мы тоже это делаем. Это, естественно, положительно воспринимается в тюркском сообществе. То есть это лично раз говорит о том, что нос по ветру многие держат. И на Западе нос держат по ветру, просто есть много людей и центров, которые еще это не осознали. И в Армении самом это не осознали. Ну, будем расшифровывать, будем объяснять. Лучше, если объяснять словом, но не кнутом, потому что время кнута, чем скорее уйдет, тем лучше. Но не забывайте, у Азербайджана этот кнут будет всегда. То есть сказать, что он уже ушел в историю, он никогда больше не уйдет в историю. Вот у Соединенных Штатов Америки бюджет Пентагона какой? Половина бюджета Соединенных Штатов Америки. Америка с кем-то воюет или что-то делает. Каждый год этот бюджет увеличивается. То есть это дубинка, которую Америки должна быть. Она так считает. Вот Европа, которая находилась под зонтиком США все это время. Сейчас все увидели, все увидели, что это, оказывается, у них ничего не было на том уровне. Да и они сейчас пожарным методом. Значит, Трамп, с одной стороны, был прав, когда говорил, давайте тратите деньги, иначе мы вас защищать не будем. И сегодня уже 23 страны более 2% тратят на это. Поэтому дубинку Азербайджана и армия Азербайджана и Шушинская декларация и все остальное, я уже про Пакистан тоже не говорю, это все всегда будет у нас находиться. То есть, чтобы все те, которые вдруг коситься будут на нашу территорию, или что-то не то будут говорить в нашу сторону, мы всегда знаем, как информационно вам сначала об этом сообщить, когда у вас начнется в обществе, панические настроения, вы побежите в Брюссель, вы побежите в Вашингтон, и увидите, что там, оказывается, вам говорят, идите договаривайтесь. Времена уже другие. Потому что в Москве уже тоже по-другому реагируют. И в Тегеране по-другому реагируют. Поэтому изучайте, уважаемые соседи, материальную часть, и почаще смотрите на глобус, где указано, где находится Армения, где находится Азербайджан, и где находится Грузия. У Грузии есть выход к Черному морю, у Азербайджана. Есть выход к Каспийскому морю, а что у вас, и как это будет, если вы пойдете не так, как еще никто сказать не может. Поэтому сначала сделайте все для сохранения своей государственности, и правильно оценивается время. И как сказал ваш же премьер-министр, от мифической Армении возвращайтесь к реальной Армении. Надеюсь, рано или поздно это также произойдет. Это нужно нам всем. Еще раз большое спасибо, дорогой Гел. Спасибо, спасибо, Ромис. Я скажу так, знаем, что вы на отдыхе, вы в родном городе. И я, в общем-то, после каждой нашей встречи, предыдущей, я имею в виду записи, я всегда, сколько бы мы ни говорили, я всегда думал о том, что мне не хватило еще полчаса разговора с вами. Еще полчаса. А сейчас, когда мы общались плотно уже в течение нескольких дней, я понял, что даже если вы эти полчаса добавили, мне бы все равно бы не хватило. Поэтому вам огромное спасибо. И огромное спасибо, конечно же, всем нашим зрителям. Низкий поклон. И за то внимание, и за ту теплоту, которую мы видим от вас. Честное слово. И да, кстати, по поводу встречи со зрителями, большое спасибо вам, если бы не вы. Потом пришли на помощь. Фархад пришел, Магедов, пришел Резван Гусейнов, пришел Ахмед Алили. Но застрельщиком вот этой самой теплой, хорошей встречи, которая длилась, кстати, около четырех часов. Были именно вы. Спасибо. Спасибо и вам. Берегите себя. И до встречи. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.